всем огромнейший приветик я к вам решила зайти после тренировочки немножко поболтать на лице маска инстаграма потому что эти следы даже маска не скрывает дело себе пилинг для лица и лицо начало немного шелушиться жаль нельзя на улицу так это маску к фильтр одеть для того чтобы это все дело смягчить я не знаю мне сказали что дня три будет все это дело шелушиться но я решила что мне это нужно нужно как-то сузить поры да привет 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 мои дорогие подписчики мои друзья мои подружайки и подружки да тут кстати представляете залезла в свою статистику инстаграма и у меня все больше и больше становится подписчиков среди мужчин это не может не радовать мужчины здравствуйте рада видеть вас в нашем похудетельном похудательном блоге да добрый 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 вечер как ваши дела как ваше настроение вы прекрасно спору нет ой вы мне льстите сейчас я что-то уставшая и убитая немножко но ничего страшного я знаю что всегда когда я устаю их мне хочется пойти чем похомячить я выхожу к вам в эфир и вы меня полностью заряжаете прокачивайте вашими энергиями вот там кто-то посыпались лайки и сердечки спасибо вам большое да все кто присоединился поставьте мне сердечко мне будет очень приятно и давайте дать всем болтать сегодня такой чудесный день такой прекраснейший денечек оказывается я уже совсем забыла что сегодня уже четыре года представляете девчат четыре года как я занимаюсь пп-шеством начинал все конечно не так гладко не прям с пп начинала все конечно с диеты которая подсадила изрядно мой организм это до этого вообще куча диет которые убили мой организм полностью вот но все равно радует то что спустя полгода я пришла к правильному питанию сейчас она немного уже интуитивно ненавижу это слово мне кажется интуитивным питанием люди оправдывают съеденную печенюшку вечером да вот я по крайней мере такая я как только что то начинаю есть лишнее говорю интуиция моя интуиция говорит мне пойти поесть суш вот но сейчас интуицию в сторону помните мои stories недавно совсем недавний да я сейчас опять активно начала свою худительную деятельность потому что мне не нравится что-то у меня это и мышцы пришли и жирочек тоже немного пришел пришел да спорить не буду если в том году перед новым годом я весила 61 килограмм сейчас я так и вешу 65 67 у меня вес прыгает так что так что я решила взяться взяться немножко за себя потому что нужно подкинуть мне не очень нравится как не нравится нет все нравится но как бы ну надо просто надо назовем это так что же я делаю начала колоть ли политики том году я колола этот же только он был обычным блин ппс плюс до ппс плюс называется вот а в том году колола просто ппс в этом году ппс плюс больно колоть не больно я кстати смотрел даже вообще боюсь уколов на то думаю дай посмотрю как она колли там провязала можно ручек на коленке жалую туда мне кольнула колоть не больно вообще не больно но потом блин я вчера думал умру у меня болели просто я сейчас колю себе в заднюю поверхность бедра ушки на бедрах и коленки очень больно прям очень болела но она я и позвонила искал что так и должно быть что этот препарат посильнее ну посмотрим девчата ничего не знаю как будет в том году мне очень понравилось но я в том году пахала помню перед новым годом чуть не в обмороке падала от усталости в этом году тоже конечно сейчас буду начинать работать блин как не хочется работать но буду 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 начинать на эти выходные буду готовить посты на следующей неделе уже запланирована фотосессия то я немножко про вас забыл тогда своей семейной жизнью то все уже теперь не до блогинга я вообще я преклоняюсь перед женщинами которые ведут хозяйство господи вот низкий вам поклон я не знаю как вы это делаете блин такое ощущение что эти суки приходят домой тупо жрут вот они жрут и пачкают посуду пачкают посуду и сука жрут ты либо готовишь либо моешь посуду либо моешь посуду либо готовишь тебе говорят что тебе не нравится хозяюшка мышь ну его нафиг где девчат кто это все дело успевает у кого это все дело у кого еще дети есть там же вообще караул полный цвет 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 вы молодцы вы молодцы я не молодец я уже не могу мне уже глаз дергается я хочу к маме мам ты в эфире забери меня домой что-то не уж так надоело с мамой лучше вот почему после того как перестаешь сидеть на пп еще больше значит неправильно пп у вас будут я год я год за питанием слежу через одно место то есть я то пп то не пп то бог знает что у меня вес принципе стоит за год 5-7 килограмм с учетом того что я весь год пахала в зале я понимаю что это в принципе не жир что прирост и не жир на своем месте остался мы ножички стали тверденькими это приятно чё ли политики на почке не знаю мне все нормально в том году дело понравилось еще раз хочу как семейная жизнь ну и нахрен семейную жизнь хочу вам сказать я я хочу к маме мне с мамой так хорошо папа придет сказать что я у него самая красивая принцессочка вам скажет у тебя на ужин приготовить с подружками можно пойти бухнуть кофе попить ночью можно очень всего и много а тут как-то только успеваешь как крутиться на кухне и когда ты говоришь я я чего-то устала тебе что ты устал ты же дома думаешь блин ладно давайте не будем а то я сейчас это а то сейчас меня понесет мамка услышит в эфире сейчас за мной на машине приедет домой заберет моя дочь того же мнение ох молодежь да тяжело 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 вот худеть гораздо проще ну что вам рассказать мои хорошие давайте в этот прекраснейший день прекраснейший день день моей годовщины как я познакомилась пп-шеством я вам расскажу про то как же вам не срываться аромопластику я не знаю что это такое что такое аром пластика расскажите очень интересно замуж не вышла не берут говорят да это дурная я немного поэтому поэтому пока без мужа сижу вот как же не срываться давайте поговорим об этом тема такая очень интересная потому что мне допустим тоже 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 сложновато этот год был вообще чертовски тяжелый для меня прям вот я клянусь я считаю дни когда он закончится я жду когда же вот все когда часы двенадцать бьют и все мне все говорят свет ну это предрассудки ну представь что новый год уже начался сейчас игру нет это такой плохой год я хочу чтобы он быстро скончался вот ночью ладно очень про то как не срываться для того чтобы не срываться вам нужно заранее собирать себе контейнера обязательно как только у вас нету на готове готовой еды вы ах это ведет к срыву почему мы не успеваем покушать вот очень часто бывает такое что утром просыпаешься горы все худею решено все вот стопудово буду завтракаешь а дальше идет наперекосяк так чушь все идет наперекосяк тоже под рукой нету готовой еды если нет готовой еды то очень высок риск съесть что-то лишнее ну допустим расскажу вам про мой вчерашний день да ты сейчас у меня день очень активный загруженный у меня то тренировки то массажа то косметологи утром позавтракали том сделали перекус и поехали по своим делам и пока я моталась 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 пока косметолог там тренировка там есть нельзя там сразу есть нельзя я поняла что я приехала домой в 7 вечера я еще ничего не ела то есть меня был завтрак перекусы все меня был такой жор я ходила так по этой кухне я шакалила меня уже нюхала шоколадку которая у нас лежит в холодильнике думал господи как же я хочу съесть шоколадку что делать первое собирать контейнеры второе если пропустили много приемов пищи очень хочется есть первая рекомендация зайдите по дороге домой в какой-то магазинчик купите себе питьевой кефир без сахара без всего просто выпейте вот этот 05 кефира пока вы будете идти до дома голод спадет и дома будет легче держать себя в руках не идите кефир не знаю купите себе что у нас в магазине продается если вы в москве живете в вкусвилле вообще проблем нету с этим заходишь берешь себе куриную грудку ешь куриную грудку если в другом городе вкусвилла у вас нет выбирайте любую ппшную еду которую можно съесть на лету бог с ним пусть это будет даже два хлебца да пусть это даже будет после обеда и углевод бог с ним съешьте хоть что нибудь для того вы пока будете идти и желудка придет сигнал в мозг о том что еда есть все нормально нету стресса иначе вы просто придете домой и сделайте как я облупайся весь холодильник будет страдать нюхать а нет я кстати вчера сдержалась но как я делала раньше неважно вы я думаю все сталкивались такой ситуации когда-то вроде уже это все дело съела и такая лежишь и думаешь зачем зачем я же могла это не есть я переела я могла съесть меньше ты начинаешь себя ругать заниматься обичеванием в общем что нужно сделать нужно что-то перекусить немного совсем чуть-чуть но для того чтобы пока вы за час там доедете до дома вы снимете этот дичайший голод но чтобы вообще таких ситуаций не было и те кто будет сейчас кричать что у нас магазинах ничего не найди не найти собирайте заранее контейнер такая ситуация может сложиться у вас и дома то есть не обязательно вы должны работать да у домохозяек это вообще постоянные какие-то подъедания а почему да потому что можно на работу собрала пока убрала пока постирала пока развесила пока на семью приготовила уже уже вечер ты голодные ты начинаешь вот и та же самая история собирайте контейнер если первое время даже будильники ставила даже для меня было очень непривычно кушать по пять раз в день и оставила себе будильники для того чтобы не забыть и продержался в этот раз на диете так долго только потому что у меня не было голода я не хотела есть то есть я может быть была бы рада бы сорваться да и скушать что-то лишнее но я не хотела а когда ты не хочешь есть ты можешь здраво рассуждать ты можешь мечтать ты можешь думать о своих целях ты можешь представлять как изменится твоя жизнь после похудения это делать легко когда ты голодная очень тяжело угомонить маленького зверька который живет вас а сказать ну не проси ты у меня больше есть второй совет когда не можете остановиться кушать понимаете что ваша порция уже закончилась а есть еще хочется обязательно проплощите рот водой почистите зубы начните жевать жвачку все что угодно вы должны очистить свою полость рта потому что когда во рту остаются какие-то маленькие крупинки это дает сигнал в мозг что вы еще не доели что еда еще не закончилась что кушать можно еще попробуйте гениальное изобретение вообще очень самый крутой совет который только может быть чистите зубы чистить зубы после каждого приема пища это реально работает на примере семечек да почему нельзя прекратить есть пачку семечек да пока там еще целая тарелка ну потому что крошки во рту семечки орехи печенье вафли неважно все что вот содержится вот крошки оно все стимулирует ваши рецепторы которые побуждают желание поесть больше поэтому по следим за полостью рта чистим зубы полоскаем рот это вам тоже поможет ну и конечно думать о вашей цели цель это самое главное знаете сколько раз меня пытались сбить с пути до миллиона говорили ой ну ладно тебе да прекрати ну начнешь свою диету завтра ой ну начнешь через неделю до что изменится днем раньше днем позже ну давай хотя бы один денек очень много раз но я прекрасно понимал что сегодня отложу завтра отложу после сколько вы уже откладываете вот сколько вы откладывать свое похудение долго же вот и я откладывал слишком долго в тот момент когда мне кто-то предлагал подзабить на систему я сразу думала что вот если я сейчас сорвусь завтра на весах будет плюс то есть почему первое время взвешивалась ежедневно меня мотивировали цифра на весах я вставала я видела ежедневный ответ те кто сейчас скажет что что мне делать если у меня вес стоит записывайте записывайте то что вы едите в 95 процентов случаев вы переедаете вы подъедаете вы не считаете за еду облизнуть не знаю нутеллу с пальца это не еда за ребенком печенье доесть это тоже для вас не еда укусить там яблочко съесть кусочек колбас то есть вы это не засчитывайте вы расслабляетесь из-за этого потом начинает стоять вес ну давайте быть честными откровенными я скидывала я весил больше 140 килограмм точный вес сказать не могу потому что были механические весы на них ставала и они делали круг 130 килограмм и уходил в плюс да то есть как я примерно знал что 140 и у меня за четыре года что я худе ни разу без причины не стоял вес вот ни разу такого не было потому что я четко знала что тут нарушила утром вес встал до базара нет все а ну как сама виновата вес стоит не нарушай стоять вес не будет когда говорят делаю я делаю все идеально ну вот стоит не знаю приходит ко мне в марафон прислал контейнер мы сразу находим ошибку что же там случилось не так и почему стоит вес то есть сразу находятся открывайте глаза я понимаю что не очень хочется признавать себя в том что вы в чем-то не правы но все наверное люди такие которые считаем что мы делаем все правильно мы самые умные самые классные но вы увы и ах нет открывайте глаза смотрите на ситуацию реально не подъедайте ни за кем не доедайте за ребенком не снимайте пробы супа когда варите не надо это лишние калории они вам не нужны хотите поесть значит положили себе в тарелку сели и поели то есть вот меня тоже была огромная беда с тем что мне казалось что если я быстро из холодильника стащу кусочек колбаски да то это не пойдет в калории пойдет пойдет и жопа не будет уменьшаться поэтому и вы больше перетаскать то есть кажется вроде кусочек колбаски кусочек сыра горстка орешков да не знаю там ложка облезать ложку картофельного пюре да ты вроде бы а чё а я не ела я не ела ну подумаешь там а вы вот этим своим я не ела вы и не наелись толком и калории перебрали если вот не в моготу вот очень сильно вечером хочется есть не занимайтесь вот этим вот тасканием не надо возьмите себе тарелку порежьте туда овощей добавьте туда кусочек куриной грудки либо там ту нет собственном соку яйцо не за все что угодно сядьте и поешьте добавьте еще один прием пищи но салат с куриной грудкой но это будет сколько но максимум 200 калорий до 150 200 если вы начнете таскать орешки колбаску сыр и облизывает ложки и полка клетки до которую приготовил мужа то вы наберете все 600 калорий за вот эти перекусы а сигнал в мозг так и не придет что вы поели даже тут то вы сели осознанно поели вы понял галочку поставили я поела а тут нет как бы я не ела потом вес стоит следите за этим не допускайте вот это вот такие вот самые элементарные ошибки которые допускают все худеющие я была в двух браках и развелась сорок восемь пять лет просто кайфу есть жених но мне семейная жизнь не нужна гостевой брак ок он не значит я вчера лежала думала размышляла над всем этим и думаю блин ради чего все дерьмо зачем зачем вы говорили что бассейн не для похудения я его люблю спортзал не люблю что посоветуете уходить значит вас и я не говорил что бассейне для похудения я говорил что если вы плаваете в бассейне как барышня на море в шляпе разгоняя не знаю кого до еле еле перебираете больше болтаете с подружкой то это не похудение это развлечение если вы за час проплываете не знаю там 20-30 кругов то это уже может про похудение плавайте активно плавайте быстро лучше с ластами как вечером не сорваться еще люблю сладко я уже вот об этом только что рассказала сядьте поешьте нормальную еду не будет делайте упражнения для груди но я жму от груди сколько я жму я уже жму 30 килограмм как не брось худеть на полпути похудела на большое количество килограмм все равно чувствую себя толстый вешу 90 опускаются руки хочется сорваться но во первых ты должна себя начать хвалить и должна осознать что ты прошла большой путь что ты уже лучше чем было там несколько месяцев назад сделай сравнительные фотографии посмотри как сильно ты изменилась похвали себя порадуйся за себя и прими себя у меня тоже был такой период весе как раз 100 килограмм 99 увидела на весах дошла к зеркалу смотрю на себя и думаю твою ж мать минус 40 с хвостиком килограмма я как было коровище и так коровище осталось до худеньких фитоняшек мне далеко и вообще нафиг мне это нужно и сколько мне еще худеть вообще все надоело и пошло все лесом не хочу не буду все хватит и сорвалась тот момент набрала 10 килограмм как этого не допустить начните себя любить начните себя любить начните себя хвалить гордиться собой особенно когда вы уже достигли результата какой у вас вес был то говорить я похудела сейчас вешу 90 какой вес был но согласись что 90 килограмм лучше чем 120 а 120 это лучше чем 140 140 лучше чем 180 и люди 180 килограмм мечтают весь 140 а люди в 120 мечтают весить 90 вы сейчас 90 килограмм правильно мечтаете весить там 70 так идите к своей мечте идите к своей цели скажите что я огромная молодец у меня все классно получилось я могу я знаю как похудеть и я добьюсь своей цели просто нужно немножко потерпеть сколько еще ну вот если 90 килограмм но месяца 4 вам потерпеть и вуаля тело мечты у вас в кармане даже не так много согласитесь по сравнению с тем временем сколько вы ели переедали вас все получится не надо опускать руки не в коем случае нельзя называть себя толстый вообще никому нельзя называть себя толстый толстый это что не доказано толстый нет ничего страшного в этом нет у вас все обязательно получится главное главное говорите я буду худой вот это говорите а потом как худеть уже будете говорить какая была толстая а я я 140 килограмм никогда себя не могла назвать толстый я могу сказать что я аппетитная но не толстая я не срываюсь на еду ты психолог пожалуйста я очень рада что вам помогаю еду лучше водой не запивать но если уж очень сложно то сбивайте почему не стоит запивать то что желудочный сок размывается да помните были эти мифы это все бред нет не надо запивать водой чтобы не растягивать желудок ваша задача меньше желудок чем меньше и чаще будут ваши порции тем лучше еще говорят что не толстый от одного кусочка ничего не будет да это тоже они любят не ну мне 140 килограмм уже не говорили что они толстая не говорили да прекрати все нормально мы тебя и такое любим не реально мне 140 килограмм не говорили что они толстая но я особо и не спрашивала конечно потому что я наверно знала их ответ вот но говорили что забей так подскажите пожалуйста если похудеть живот будет как шкурка все будет зависит от того что будете делать я много занимала своим животом или политики кололы и массажи делаю вакуумные роликовые домашние и обертывание скрабы я чё только в него не втираю все в него втираю осталось только не знаю слезу младенца начать втирать у меня подруга разродиться оль мне это нужны будут втирать чай без сахара считается за прием пищи нет не считается именно так есть постоянно облизываю пальцы когда готовлю всем да я вам клянусь меня за мной было реально постоянно я наверное год назад или два года не полтора полтора года назад попробовал орех свою пасту боже как она мне понравилась я по ней с ума сходила то есть вот я я вам клянусь я на кухне открывала банку пальцем доставала оттуда пасту и облизывала палец и сама шла и думал свет ну ты же знаешь что ну хоть ну уж возьми ты ложку думаю нет с пальцем с пальцем не считается ну чё там пальцем возьму ой всем такие куда делать лишняя кожа я говорю я много занимаюсь спортом я делаю массажи я делаю обертывание делаю скрабы я колю липолитики сейчас вычитала что есть еще одни инъекции для подтяжки кожи хочу еще и их попробовать я очень не хочу себя резать как бы есть что подтянуть как бы можно на животике там да начнуть сделать идеальный животик то есть можно есть и есть за что ущипнуть но я так посмотрела на эти шрамы думаю чем вот эти у меня как бы так что у меня прям висит кожа у меня ничего не висит нет меня все нормально просто еще подтянуть не натянут как как у девочки 18 лет не ну так и мне не 18 извините меня вот в общем я короче надеюсь все это делать шок с металлогическими способами кожа подтягиваться нужно время нужно терпение помню свою кожу год назад помню свою кожу два года назад а тут но она год назад вот период когда вот я уже в этом весе год держусь и за этот период у меня очень сильно кожа подтянулась прям реально круто у меня мама следит за моей кожей я когда прихожу на кухню в белье а смотрит так ноги подтянулись ну-ка повернись ну-ка живот покажи все хорошо иди молодец там чуть что я перестаю хотим это на массаже почему не ходишь а колоть когда что себе будешь меня мамка очень жестко отслеживает мою кожу вот а по поводу операции не знаю мне не нравится шрам честно говорю мне кажется не хочу я ничего не гону мне не хочется потому что и татуировкой там на животе никакой не забьешь я еще не видел ни одной красивой татуировки у девушки в зоне паха в общем не знаю пока пока что нет может быть если рожу тогда подумаю красное сухое вино можно смотря какая у вас цель у тебя очень хорошая память про бассейн прям слова слова повторяешь у меня не память хорошая просто у меня задаете вопросы я как бы мои ответы не меняются потому что но это мое мнение по этому поводу во время пмс может вот во время пмс вес стоять может может даже прибавиться то что во время этих дней мы заливаемся собирается вода поэтому это нормально в другое время вес стоять не должен ищите причины почему записывайте самый лучший совет это записать в течение дня двух-трех недель до то что вы едите и вы найдете причину почему вес встал ты еще похудела да нет такая же вроде такая же спасибо ты сейчас в одном и том же весе ли опять похудела я в одном и том же весе ну как сейчас худею сейчас худею на килограмм ну как бы килограмм там пришел сейчас ушел к новому году хочу похудеть на четыре килограмма к новому году у меня все получится на ужин что лучше кушать белок овоща шикарный эфир спасибо большое спасибо что вы со мной спасибо была 76 стала 70 и вес стал говорю отслеживаю что ты делаешь неправильно куда шкуру деть узнаете если вы так отзываетесь о своем теле своей кожи то она вас никуда не денется себя надо любить кожу свою надо любить и втирать в нее втирать все вот эти масла с любовью говорить подтянись я вам серьезно говорю вот честное слово если вы себя не любите будет очень тяжело потому что любая ситуация то есть я не психолог который говорит ни хуя не ничего не делай полюби себя и ты похудеешь у тебя все получится и все будет классно да то есть я не из тех людей но я могу вам объяснить если вы себя не любите вы находите в состоянии апатии вы находите в состоянии депрессии вам не хочется ничего делать и вы начинаете заедать свою нелюбовь реже подходите к зеркалу реже фотографируетесь соответственно вас меньше мотивации до для того чтобы достигать какого-то другого результата наилучшего эффекта соответственно когда вы себя любите вы просыпаетесь и говорите я прекрасно у меня все хорошо я красиво умна и у меня все получится и с этим настроем вам хочется для себя что-то делать вам хочется идти на тренировку то есть вы уже не идете в зал с мыслями о том что блин я толстая на меня все смотрят да вы туда зашли на дорожке пять минут походили и быстро оттуда слиняли чтобы вас никто не видел нет вы идете в зала занимать там три часа потому что вы себя чувствуете комфортно вам классно вам вот вам супер вы себя ощущаете замечательно если вы себя не любите вы никогда не пойдете в зал потому что вам будет стыдно вам будет неловко вам будет неудобно если вы себя не любите вы не будете готовить контейнеры заранее, потому что лучше вы посидите, погрустите, лучше вы посидите, поноете, но не будете собирать себе контейнеры. Счастливые люди, люди, которые себя любят, они творят жизнь под себя, не подстраиваются под кого-то, а делают все под себя. Поэтому я вам советую это сделать. Я пытаюсь худеть, от вас так и не дождалась ответа. Куда вы мне писали? Если вы мне пишете в директ, у меня правда, у меня настолько завален, что простите, ответить там нет возможности. Что лучше есть на ужин? Белок и овощи. Это очень сексапильное. Спасибо. Одна девочка на работе называет полных дам сочные. Тоже неплохо. Но лучше сочные, чем жирные. Правда? Мне больше нравится. Сочная, воздушная, аппетитная. Ты всегда была симпатичная. Спасибо. Когда лучше собирать контейнеры? Вечером после ужина поели и сытые, собирайте себе контейнер. Потому что если будете собирать контейнеры уже перед сном, когда вы голодны немного, боюсь, что сбор контейнеров закончится тем, что вы там попробовали, там попробовали, тут ложку облизали, там кусочек курочки укусили. А ты меня всегда собирала после ужина. Какая есть возможность оплаты из Германии? Вестерн Юнион. Я думала, ты кожу спрятала под кроватью. Нет, я из кожи сумку себе сшила. Я же уже вам рассказывала. На груди как сказывается похудение? Ну, у меня груди никогда не было. У меня всегда была скудная троечка. Скудная троечка и осталась. Поэтому с грудью, красивая грудь это не про меня. Хотела сделать себе импланты, хотела сделать себе операцию, но друг мой меня отговорил, сказал, что мне это не надо. Что это не натурально, не естественно и неприятно на ощупь. Думаю, ну неприятно на ощупь, я с тобой расстанемся, сделаю. Какой шрам? Ну, если делать абдоминопластику, то будет шрам на весь живот. И тебя она обожает, всегда придет тебя в пример. Ой, спасибо, очень приятно. Привет вашей маме. Я теперь вешу 65, и это была моя мечта. Теперь хочу 60, но вес стоит. Попробуй чередование. На маленьком весе очень хорошо помогает чередование, либо сушка. Какой у тебя вес отлично выглядишь. Вес у меня 66 килограмм. Прыгает, я говорю, весь год, вот просто весь год у меня 70-65, 65-70. Думаю, блин, ну не могу я ничего с собой сделать. Вот не знаю я, вот не идет, не идет. Думаю, ну держится и то, слава богу. Просто такой год. Я вот верю, вот понедельник не мой, этот год начался в понедельник, поэтому весь год пошел вот так вот. Но ничего, скоро наступит год свиньи, поэтому в год свиньи мы все должны стать стройными ланями. Как не надоедает говорить об одном и том же? Ну вот смотрите, вы же когда приходите к врачу, допустим, к терапевту, он тоже практически всем говорит одно и то же. Но это работа, это тема, которая мне близка, которая мне нравится, в которой я разбираюсь от и до вдоль и поперек, поэтому мне нравится, мне интересно говорить на эту тему, потому что это мое, потому что, ну когда ты в чем-то разбираешься, тебе нравится об этом говорить. Правда? Волосы нарастили? Да, нарастила себе волосики. Не знаю, я молочку ем вечером, все у меня нормально. Ну я и соленые огурцы ем вечером, у меня все нормально, как бы я... Как не сорваться на Новый год? 31-го числа, как обычно, не надо голодать, а то это вечная проблема людей. 31-го они проснулись и пошли салаты фигачить, 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 да, вот все, все 12 часов, они все упорно режут салаты, не едят, не пьют, не моргают, в туалет не ходят, готовят салаты. И в 12.00, пока часы 12 бьют, все с голодными глазами, налетают на стол и начинают просто жрать. Вот так делать не надо. Проснулись, кушали овсяночку, продумали заранее себе ПП-меню на новогодний стол, начали готовить, потом делали перекус, потом пообедали, на обед советую брать углеводы, потом сделали перекус, поужинали, накрываете на стол, уже за новогодний стол высадитесь не голодными и кушаете 250-300 грамм, чего угодно. Вот на Новый год можно ешьте, это просто вам позволит не сорваться, не сбиться из строя. То есть, понятно, там наберете пару килограмм за счет алкоголя, салатов и соленьев, да, бог с ними, просто примем это как данность. Но зато уже 2-го числа вы спокойно будете дальше продолжать худеть. И не готовьте народу, солдат, вы все равно не съедите, вы не съедите в ведро оливье, не съедите. Вот меня всегда губило то, что мы наготавливали столько, что приходилось это есть до 4-го, до 5-го числа. Пока что ты это все дело съешь, ты не съешь, ты на диету не сядешь, потому что надо доесть салатик, надо доесть колбаску, надо доесть тортик, надо доесть пироженок. То есть, если бы это вроде бы закончилось до 2-го, то может быть я и сел. Но тут же надо доесть, не выкидывать же. А тут Рождество. И на Рождество поехали заново. Опять мы все готовим, режем, шинкуем. И потом с Рождества до 10-го часа мы доедаем. Потом думаешь, надо, ну вот с 10-го я точно начну худеть, тут 10-е. Потом ты думаешь, блин, а старый Новый год, ну это же святое, старый Новый год. Надо обязательно тоже что-нибудь вкусненькое приготовить. На старый Новый год поели, а там уже и 14-е февраля, и уже думаешь, что худеть там 23-е, и все начинают худеть к 8-му марту. Но наступает 8-го марта, все опять отжираются, и худеть все начинают только в апреле. Вот стабильная схема. Все худеют в апреле. Я это заметила и по марафонам своим, и по индивидуальным программам. Вот у меня самый мертвый месяц, это январь, февраль, март. Все, с апреля у марафоны не записаться, не забиться. Переполненные, потому что все осознали масштаб бедствия и хотят худеть. Вот не допускайте такое, а, а, все, почему, почему все? А потому что на 31-го января вы приготовили очень много еды. Готовьте на один день. 31-го позволили себе, все, 1-го числа начинаете кушать, как обычно. Ты будешь отступать от ППНУ? Я вообще не знаю, как будет проходить моя новогодняя ночь, потому что мы уезжаем в Сочи. Я вообще, честно говоря, я не знаю, то ли нам ресторан там бронировать, то ли мы где-то будем на... Я вообще не знаю, что делать на Новый год. Надо погуглить. А где погуглить, я не знаю. Не знаете, никто не был случайно на розе хутор на Новый год. Не расскажете мне, что там делать-то нужно. Пожалуйста. Я сорвалась сегодня пивко и чипсы, но завтра снова строю овсянка с бананом уже в холодильнике. Ну, замечательно. Зато и пиво с чипсиками уже в желудочке. Прекрасно, молодец. А что нет там? Ну, знаете, я всегда вот так вот спрашиваю, ну, вот можно я тебя немного попилю? Как бы вот чуть-чуть, бесплатно. Что тебе дало это пиво с чипсиками? Когда ты стояла в магазине возле прилавка с пивом и чипсиками, ты думала о том, что они тебе дадут? Зачем ты это делаешь? Ну, как вот, прошел час, ты кайфанула, ты расслабилась, все здорово. Ну, а дальше-то что? То есть, дальше это все, это у тебя в желудке, ты уже и вкус-то его не помнишь. А завтра будет плюс на весах. А он тебе нужен? Многие говорят, не жалеете о том, что съели лишнее. Да классно говорить, не жалея о том, когда съела лишнее, а когда ты выглядишь как модель. Да, здорово. Круто, когда у тебя накачанная задница, когда у тебя подтянутый животик, и ты такая сидишь и говоришь, не жалея о том, что ночью сожрала. Не жалея. А когда у тебя есть лишний вес, то, наверное, лучше, вот, мое мнение, лучше переждать месяц, два, три, год, добиться своего результата, добиться своей цели, а потом съесть вечером раз в недельку и говорить, я не переживаю об этом. Вот я весь год не переживала об этом. Но я достигла своей цели. Я похудела, меня устраивает мое тело. Поэтому не срывайтесь, ребят. Вам спасибо, спасибо за комплимент. Спасибо. Когда-нибудь была на телешоу, да, я была на пусть, не на пусть говорят, на прямом эфире у Малахова. Звали после этого и на прямой эфир, звали после этого к Малышевой на передачу, но после прямого эфира я больше туда не ногой, потому что сказать тебе толком ничего не дают. Вот так вот я вышла к вам в эфир и сказала все, что я думаю. А там все очень наиграно, много фальши. Не мое, лишняя трата времени, которого у меня и так не так уж много. Ой, спасибо всем за комплимент. Купила сегодня 300 одноразовых контейнеров. Ну вот, все, теперь точно все получится. Теперь главное их собирать правильно. У меня тоже лишняя вещь, с чего начать. Первый шаг подскажи. У нас никаких залов нет. Что делать? Начните с питания, разберитесь в правилах питания. Утром углеводов, в первой половине дня углеводы, во второй половине дня белки и овощи. Углеводы это каша, крупы, фрукты, белки и овощи, это белки, это мясо, овощи, это овощи. Ну, мясо, рыба, птица, творог, это все белок. Питание наладила с тобой, грыжи болят в пояснице, в зал можно или рана? Рана, если болят, врачу надо устранять причину боли. Картошку не советую. Свеклу можно, но тоже не на ночь. Ой, господи. Что-то я сегодня на своего поругала, сказала, что у меня плохо потренировал, говорю, ничего, мышцы не чувствую, сейчас с вами общаюсь, чувствую, как попа начала болеть. Ягодица. Вот мне чем нравится, он сам качается, у него именно не ноги накачаны, а задница. Это я хочу так же. И вот сейчас я поняла прикол, потому что вообще не чувствовала ничего, когда занималась, ну, практически не чувствовала. Сейчас прям прихватила. Ты так красотка, не делала ничего. Спасибо. Спасибо, 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 столько приятно, спасибо. Сколько, в каком виде нужно есть куриное яйцо, что было полезно? два яйца в день, больше не надо. Чередование, это когда вы чередуете белковые и углеводные дни. У меня были недавно посты, полистайте в ленте, посмотрите. Рост у меня метр шестьдесят девять, вес у меня шестьдесят семь. Хочу шестьдесят пять, но мышцами, а сейчас у меня шестьдесят семь жиром с мышцами. Мой гребный климакс не дает худеть. Вру, меньше перехватывать надо. Умничка. Вот умничка, самые верные слова. Худели у меня в марафоне девушки в климаксе, тоже нормально худели. Собирайте контейнер, вот заклинают. Я не знаю, почему меня никто не слушает. Вот вы в эфир ко мне часто заходите и спрашиваете, как похудеть, как похудеть. Спросили, как похудеть, я вам рассказала, но вы же ни хрена не будете делать. Ну, не все, конечно, не будут говорить о всех, но 85 процентов. Вы просто послушали, подумали, верняк, классно, точно, надо начать. Но не будете. Девчата, я вас очень прошу, начните собирать контейнеры. Вам это поможет. Вы все сможете похудеть, если будете готовить себе заранее. Готовьте с вечером, все элементарно. Посмотрите, сейчас куча ПП-рецептов. Сейчас куча всяких, не знаю, протеиновых печеньев, которые можно заменить себе сладости. Начните готовить. Утром покушали кашку, на перекус кушали протеиновую печенюшку с творогом, либо фрукты с творогом. На обед скушали какую-то крупу, овощи и мяско, либо рыбу, либо птицу. На второй перекус съели, не знаю, тушеные овощи с куском рыбы, либо мяса. На ужин скушали, опять же, еще что-нибудь, белковое мясо, птицу, рыбу, любую, и овощи. И вы начнете худеть. Ну, готовьте. Если вы не будете готовить заранее, не получится. Вот честно вам говорю, ни хрена не получится. Пробовала не только я, пробовали. Ой, вышла я из зоны совета. Многие пробовали, но все прекрасно понимают. Все говорят, Света, я тебя столько слушала, и вот решила начать собирать контейнеры и начала худеть. И я на них смотрю и думаю, а что же вы раньше-то не собирали? Договорились? Все дружно собираем к Новому году контейнеры. И будет результат. Кто со мной? Если вешать себя 5, в неделю уходит по 500 грамм, нормально. Нормально, уходит нормально. Нет, ты можешь делать белковый день? Попробуй, посмотри, как поведет твой организм. С большим весом не было проблем? У меня не было проблем. У меня с позвоночником начались небольшие проблемы после того, как я похудела. Как мне объяснил мой врач, это причиной тому было, что на позвоночник постоянно давил венцы, тут вес ушел, и он начал немного гулять. Но массажа, массажа, и все получилось. Спасибо за ответ, как я рада, что увидела, ты приведула мою жизнь. Так приятно, когда пишут такие слова. Что есть перед тренировками и после в зал хожу в 19 вечера? Перед тренировкой можете покушать немного углеводов и белок, после тренировки только белок. Вес пляжа плюс 5. Вы сейчас насмешили, в год свиньи мы будем свиньи. Нет, в год свиньи мы будем ланями. Худеть дальше хоть в 53 не очень-то легко, но думаем... Да все мы сможем. Что значит в 53 нелегко? У меня женщина в 63 похудела. Ну сколько, наверное, килограмм на 25 она похудела. Поэтому все возможно. У вас все получится. Новый год буду отмечать на розе хутор. Кататься на сноуборде. Когда будет марафон в январе? Еще не определяешь числами, посмотрим. Но в начале января, я думаю, до 10 числа. Я вот не худею, просто супер. Спасибо. Можно ли тронуться камень в почках из-за того, что стала пить? Ну это вы у врача спрашиваете, а не у меня. Я-то откуда знаю. У меня камень в желчном. Мой камень в желчном чувствует себя прекрасно на правильном питании. Так, все. Жалеть о чипсах с пивом не надо. Просто в следующий раз, когда тебе захочется, вспомни вот это чувство, что как бы, ну ничего тебе не даст эти чипсы. Ну вот как бы это секундная слабость. Просто каждый раз, прежде чем вы хотите сорваться, задумайтесь о последствиях. Мы обычно сначала срываемся, потом думаем. Если вы будете сначала думать, то потом сорваться не придется. Думайте. Девочки из марафона меня поддержали. Смотрю марафон и нашагиваю норму шагов. Молодец. Ходим, ходим, ходим. Я, кстати, тоже когда хожу в зал, смотрю истории с разных блогеров. Время убивается быстро. Там варенье... Вранье. Вранье. Где вранье? С чего ты начинала? Я начинала с монодиеты, убила себе поджелудочный, ой, не поджелудочный, а желудочный пузырь, а потом перешла на правильное питание. Можно ли пить газированную воду на похудение? Без сахара можно. Ты хочешь попу? Да, я хочу большую попу. Ну как бы она у меня и так большая, но хочу не большую и жирную, а большую и накачанную. Хотя у нее и так классная задница. Так, в каком весе можно идти в спортзал? Сразу можно идти в спортзал, это не будет лишним. Можно из овощей сладкий перец на ужин? Можно. Как отняешься к Гербалаеву? Отвратительно. Ой, отрицательно хотела сказать. Так, я собрала на завтра. Молодец. Еще есть еда на дом, но это не дешево. Ну, по поводу доставки еды на дом. Ну, что я вам хочу сказать на эту тему? Временный результат. То есть, пока вам доставляют, вы будете худеть. Как только доставка прекратится, чаще всего вы начнете поправляться. Ну, скорее всего. Поэтому, я считаю, нужно как-то самой приспосабливаться к тому, что ты готовишь, что ты занимаешься сама, планируешь свой рацион, все это дело разнообразиваешь. Правильно, что-то как криво звучит. Ну, в общем, вы меня поняли. Сама готовишь себе. Мне кажется, это гораздо лучше, чем доставка надо. Ну, честно. Перерыв между едой за 2,5-3 часа. Не могу отказаться от хлеба. Ну, значит, ты не хочешь отказываться от хлеба. Приоритеты. Мы сами себе расставляем приоритеты. Я вот не хотела отказываться от винишка вечером. Вот не хотела я отказываться от винишка вечера. А шампусик на выходных. Сказка. Сегодня прям ехала, аж это, зубы сводила. Думаю, блин, ну я же не алкоголик. Чего ж так шампанского-то хочется? Ну, вот пошла колоть себе липолитики. А при липолитиках нельзя вообще ни капли алкоголя. Поэтому выбор устоял за мной. Либо шампусик вечером с любимым перед сном, либо липолитики в попку. Минус 20 килограмм за год, как подписалась на тебя. О, круто. Спасибо. Я говорю, что все, кто на меня подписываются, начинают худеть. Так что не подводите меня, и все начинаем собирать контейнеры, и будем вместе худеть. Как не бросить худеть на полпути? Я уже ответила тебе на этот вопрос. К августу сбросила 19 кг за 9 месяцев. Сейчас стоит уже 3 месяца. Что делать? Калории урезать. Посмотреть, уже говорила. Посмотрите, что вы кушаете, где вы допускаете ошибки. Скорее всего, вы что-то подъедаете. Либо сделайте белковый день. Представляете, как поведет себя организм. Спасибо. Захожу в кондитерку, понюхать и выхожу. Я туда... О, мамулечка, привет, мамочка. Как твои дела? Я завтра приеду за ключами от дачи. Что-то сегодня пробки были, мне не хотелось. Я не захожу в кондитерскую. Меня это навевает депрессию, тоску. Потому что я смотрю на все эти булочки и говорю, ну почему? Почему мне это нельзя? Почему все жрут, а мне нельзя? Почему, почему, почему? В этот момент думала, блин, хочу есть и не толстеть. К черту, мне парень-то этот не нужен. Лишь бы есть и не толстеть. Самое классное было бы, что могло случиться в жизни. Сколько идет марафон? 30 дней. Про сушку было написано у меня в постах. Пожалуйста, почитайте, а то это долго. Урезайте углеводы полностью и все. Так, как относишься к детям Дюкан? А, отрицательно. Я тоже в кондитерском отделе. Кайфую от запаха. Не могу в кондитер. Я не знаю, как вас хватает заходить в кондитерку. Последний раз, когда я проходила мимо кондитерки, это закончилось все моими слезами в ресторане. Я просто села и начала реветь. У меня началась истерика. Я, правда, была та на сушке. Но я начала реветь с криками, почему мне нельзя? Я так хочу. Мне так все надоело. Буду жирной и пойду есть торт. Вот с такими словами я сидела и жевала курицу. Спортзалы колени. Суставив в большом весе, не страдает. Если будете делать правильное упражнение, если возьмете себе тренера, ничего страдать не будет. Поверьте, ваши колени страдают куда больше от ежедневных нагрузок, от вашего большого веса. Вот, кстати, вот тоже хочу тебе сказать. Вот разреши, пожалуйста, не сочти за грубость, но вот очень хочется сказать всем девушкам, чей вес за 100 килограмм. И кто говорит, я боюсь идти в зал, потому что пострадают мои колени. Вопрос. Вы когда идете в Макдак, заказываете пиццу, покупаете себе торт, почему вы не думаете, я боюсь есть торт, потому что от этого могут пострадать мои колени. Хороший вопрос. Мне кажется, классный вопрос. Нужно скорее избавляться от жира, чтобы ваши колени не страдали. Я сейчас в зале приседаю с весом 50 килограмм. Приседаю я, значит, приседаю, мне тяжело, я пыхчу, прям вот адски сложно. Кладу гриф, выхожу, думаю, думала, сдохну. И на меня мой тренер такой стоит, смотрит и говорит, а когда 76 килограмм на себе лишних таскала, не думала, что сдохнешь, а нормально на себе таскала. То есть все, все относительно. Сейчас вот видите, скинула. И не боюсь, что мои колени пострадают. А там худеть, чтобы колени не страдали. Азал поможет вам худеть быстрее. Почему к Гербалайфу отрицательно относитесь? Ну, потому что это сухой корм. Я против сухого корма. Я считаю, что нужно натуральное есть. Потому что это дорого, неэффективно, невкусно, неполезно. Это дешевый, самый такой вот галимый протеин. Хотите на коктейлях сидеть? Ну, пойдите хотя бы купить себе хороший протеин. Сидела на дюкане, похудела 15 килограмм. Результат нет, КД и гормональный сбой. Вот, тара-тара-та. Спасибо, дядюшка Дюкан. Где познакомились? Подруга привела. Я на 10 килограмм похудела, смотря твои эфиры. За 4 месяца продолжаю в том же духе. Буду выходить, вот обещаю, вот честное пионерское, три раза в неделю буду выходить в прямые эфиры. Минимум три раза, примерно с 8 до 9 вечера, где-то в этом интервале. Устроим сериал у Светы на кухне? Стоимость марафона 2500 марафон стоит. Идут длинные волосы, спасибо. На сушке реально, очень реально хорошо похудеть, главное сушки потом хорошо выйти. Не начинать жрать все подряд, а постепенно, постепенно добавлять углеводики. Мандарины вечером нет. В Макдаке не приседают. В смысле не приседают? Ты взяла поднос, пришла к столу, села, начала есть, поняла, что тебе соус не положили, встала, пошла до кассы, взяла соус, пришла, села. Вот вы представляете, да? То есть вот каждый вот этот вот, вот я ни разу не смогу присесть с весом 76 килограмм. А старая Света, которая была 3 года назад, она могла раз 100 присесть с весом 76 килограмм и не беспокоилась за свои суставы ни капельки. С кожей нормально. Есть эффект от домашних тренировок? Конечно. К НЛ отношусь так же, как к Гербалайфу. Никогда не ела овсянку, сейчас без нее не могу. Да, овсянка это чудо. Эфир сохраню. Пошла в зал в 96, через 2 месяца я уже жить без него не могла. Да, к залу привыкаешь. Если заниматься правильно, если видеть результат, то начинаешь любить зал. Лишний вес, совсем не лишний, он выполняет функции. Почему? Потому что, например, у тебя 90+, тебе хочется, чтобы тебя пожалели, дали большую порцию, избавили от лишних нагрузок, защитная функция. Ну, знаешь, я тебе скажу по-честному, да, вот так вот, по секрету между нами. Когда ты весишь 65 килограмм, 67 килограмм, тебя гораздо больше людей хотят пожалеть, помочь, чем-то угодить тебе, как-то доставить тебе радость. Вот как-то вот люди больше идут на контакт. Поэтому я не знаю насчет того, что порцию дали больше. Ну, только если за порцию больше носить на себе лишние килограммы, не знаю. Я как похудела, мне стало гораздо проще в социуме. Мне всегда идут на уступки, мне всегда помогают, за мной ухаживают. 140 килограмм такого не наблюдалось. Такого активного рвения помочь мне что-то сделать. Лучше ПП проверено уже реально. Да, никто тебя не заставит, даже самые злые дяди, которые будут орать, что ты жируха. Ну вот, не знаю, я в марафоне своих девчонок, никогда не ору на них, что кто-то из них полный, но я могу заставить собрать их контейнеры. Вот могу заставить. Если они собирают контейнер, то они начинают худеть. Поэтому, хотя я вроде бы не злой дядя, а очень даже милая, и вроде даже еще не тетя, да? Не знаю, я могу заставить своих девчонок собирать контейнеры, а они у меня худеют. Боксы на завтра. Насмешили, так насмешили. Боксы на завтра. К сожалению, нет. Вы спросите, почему? Потому что я безответственный человек, потому что меня устраивает моя фигура. И я ленюсь собирать контейнеры. У меня, кстати, по-моему, мясо горит. Надо пойти посмотреть. Не собрала еще боксы, все рассчитываю начать. Но я переехала в другую квартиру, и у меня тут нету контейнеров. Хочу пойти купить. Правда, не знаю, надо собирать, надо, надо. Вот я себя тоже уговариваю собрать. Заставьте кто-нибудь меня собирать контейнеры, а? Это надо к марафонцам придискать. Я вас заставляю, заставьте и вы меня. Нет, сушка – это минимум углеводов. Калорийность у вас остается такая же, полторы тысячи, тысяч семьсот. Я похудела на 76 килограмм за три года, и год удерживаю вес. Яблоки вечером не стоят. Я с тобой за год похудела на 35, муж тебя называет Света с того света. Прикольно. Стоит ли брать весы кухонной? Обязательно. Как похудели и скинули 35? Так я не 35, а 76 скинула. Почему Гербалайф вам не нравится? Потому что это сухой корм. Какой у тебя сейчас вес пропустила, наверное, 66? С каких процедур начали, когда начала ходить к косметологу? Массажа. Вы планируете встречу с подписчиками? Да, планирую, вообще хочу вести такую еженедельную встречу. Не хмурь, бровь, сразу становишься старше. Да что вы говорите? Неужели вот в таком виде я становлюсь старше или в таком? Как вам больше не нравится? Ботокс? Нету, предложили ботокс уколоть? Не знаю. Сохрани, пожалуйста. Сохраню эфир. Подскажи, пожалуйста, при ПП проблема со стулом. Что я делаю не так? Может быть, овощей мало? Можете попробовать натощак добавить себе чайную ложку любого масла. Оливкового, растительного, льняного, какое есть, пробьет. Домашние тренировки опасны. Тем более, если бёрпи при весе 40 кг это делать нельзя. Своё здоровье оставило прыгать бёрпи. Ну, так не прыгайте бёрпи. Делайте стульчики, делайте планку. Медленно, аккуратно приседайте. Отжимайтесь с коленка. Чайте пресс. Есть миллионы упражнений, которые вы можете делать. Блокатором калорий. Не знаю, что это такое. Гербалаев похудела на 15 кг за месяц. Как бросила пить Гербалаев, набрала 20 кг. Тут руту. Спасибо, Гербалаев, за это. Всё это ерунда. Надо научиться питаться правильно. Вести это в образ жизни, вести это в привычку. И тогда вы больше не поправитесь никогда. Я всегда задалась вопросом, как девчонки умудряются сидеть на диетах. Ладно, сидеть на диетах полбеды. Могу. Выдержу. Но как потом удержать этот вес? Как сделать так, чтобы он не вернулся? Я всегда худела килограмм на 10, на 15, а потом прибавляла 20-30 кг сверху. Думаю, ну как эти ведьмы это делают? А сейчас я понимаю, как эти ведьмы это делают. Привычки. Меняется образ жизни. Ты уже, вот я не сижу, я год не сижу на диете. Но я не буду жрать жареную картошку вечером. Вот не буду. Вот я просто у неё буду смотреть, и я её есть не буду. Я не пойду в Макдак два раза в день. Я не буду заказывать себе, я вот даже себе захочу. Вот я буквально, наверное, может быть месяц назад думаю, умираю, как хочу крылья из KFC. Пошла, купила себе крылья из KFC. Я съела три штуки. У меня больше физически не влезло. Я смотрю, я раньше могла съесть целое ведро. Целое ведро. 25 крыльев. С тремя соусами. И плюс ещё один большой бургер. Я это съедала, вот глазом не моргнуть. Три крыла. Вот сейчас три крыла, больше я не хочу. Потому что изменился образ жизни, изменились привычки, изменился желудок, изменилось восприятие к еде. Всё поменялось. Ты уж член семьи. Да, мне тут писали, что меня уже детишки узнают, когда я часто в эфир выходила вечером. Перловку можно. Какие массажи для подтяжки кожи посоветую? Шлимфодренажный. Ты худая, самая лучшая крутышка. Спасибо. Как относишься к детоксу? Не отношусь к ним. Это реклама, Свет. Реклама чего? Я не поняла. Ребят, у меня мясо горит. Всё, у меня минуты эфира, я ухожу. Да, реклама не больше, деньги на ветер. Так вы про что? Чего реклама-то? Я ещё вроде ничего не рекламировала. Так, дорогие друзья, у меня в ленте новый пост, который ждёт ваших лайков и комментариев. Я вас очень люблю, очень ценю. Пожалуйста, под моём видео с колажиком. Ну, красиво же. Вот за минуту, как я похудела. На самом деле, на это потратила очень-очень много времени. Поэтому, пожалуйста, зайдите, поставьте лайк, напишите комментарий. Я вас буду любить ещё сильнее. Хорошо? Вы мне нужны. Так, пошла я мясо. Заставила сюда. И все собираем контейнеры. Заклинаю. Вот прям вот собирайте контейнеры и можете присылать мне фото в директ. Давайте все, кто был сегодня в эфире, собрали контейнеры и прислали мне фотографию. Кто пришлёт фотографию, обязательно вас пролайкаю и скажу, правильно вы это сделали или нет. Договорились? Давайте, как я здорово придумала. Так, перловку можно. Воды за день минут 2,5-3 литра. Так, вам спасибо за участие в эфире. Люблю, целую, обязательно выйду ещё. Как собрать контейнеры, это уже я говорила, по-моему. В следующем эфире расскажу подробно про сборы контейнеров. Всё, всем пока. Вот, видела, было 170 человек в эфире. Жду 170 комментариев под фотой. Договорились? Люблю вас. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!